Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. А я к вам сегодня с новыми ароматиками, с которыми знакомлюсь сама посредством отливантиков. Я считаю, что это действительно по нынешним ценам на парфюмерию, это самый такой щадящий вид знакомства. Тем более можно с ними пожить, побыть, понять, нужен ли он вам. Поэтому, если вам интересно послушать, о чём я, оставайтесь со мной. Конечно же, со мной моя прелесть на подушках возлегает. Ой, ой, да, вот она, моя мамкина бабачка, да, мамкина бабачка. Игрушки тут у нас всяческие, всё тут, тут у нас и косточка лежит, Гаврюшина. Всё, 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 ну всё твоё, конечно, да, всё твоё рядышком. Ой, ну не жися, Малина, да, нам бы всем так жить, чтобы нас любили, да. Ну, прелесть моя сладкая. Ну что, мои дорогие, давайте начнём. Как всегда заказывала, пробнички по полтора миллилитра приходят вот так в пакетико. Здесь напечатано название. Бывает название, вы знаете, как бы не пропечатывается, но на каждом флакончике название видно. Это очень удобно. Естественно, заказывала на Рендву. Если что-то вдруг приобретаете в интернет-магазине Рендву, не забывайте экономить и применять мой промокодик на 10% скидочки. Ну а если денежек нам не хватает, как всегда действует функция рассрочка, оплата частями. Здорово, великолепно. Давайте же с вами начнём. Первый аромат, с которым я познакомилась, это у нас Milano Fragrance Panetone. Уже, вы знаете, очень многие, очень многие об этом аромате рассказали. Очень многие спели оду этому парфюму. Но я вам скажу, для меня этот аромат специфический. Вслепую точно его брать не стоит, потому что забегу вперёд, скажу, что мне он не понравился. Да, здесь вроде бы нет никаких, скажем так, неприятных-то ноточек. Я вам зачитаю пирамидку. Горький апельсин, мандарин, имбирь, семена моркови, давана, ром, бессмертник, бархатцы, ваниль, гречка. Но пирамида довольно-таки странная. Мне на старте очень остро от имбиря и очень нентолово. Я не знаю, что даёт вот этот ментоловый холодок. Может быть, вот это вот какая-то давана. Что у нас там? Давана. Не помню, я там полынь, не полынь нет, или это, может быть, у нас артемезия. В общем, какой-то вот этот острый старт. Холодит нос, как будто мятный аккорд. У меня вообще такое ощущение, вот эти вот какие-то бальзамичные нотки. Меня натолкнуло на мысль, что-то такое похоже. Знаете, у меня муж очень любит леденцы-холлс. И вот леденцы-холлс не больше, не меньше. С ментолом, с каким-то, знаете, таким, каким-то бальзамично-звёздочковым каким-то. Вы знаете, бальзам-звёздочка. Да, вот у меня вот у бабушки всю жизнь бальзам-звёздочка был вообще от всех болезней. Это зуб болит, намажь-звёздочка, голова болит, намажь-звёздочка, горло болит, намажь-звёздочка, нос болит, носу намажь-звёздочка. И вот мне вот это пересечение, какой-то ментоловый холодок, вот это вот какая-то бальзаничность. Вот всё здесь, остринка, имбирь, острый, приострый. Знаете, вот даже подношу к носу, прям вот вырви глаз называется. Но потом присоединяется какой-то, как будто бы немножко, да, как десерт или выпечка. Но этот пирог какой-то, он подгорел. Какая-то вот эта гречка, наверное, что ли делает аромат таким. Очень странная композиция. Знаете, я уже что-то вот несколько дней к нему подходы делаю. Вот, ни на блотере, ни на коже я с ним чего-то никак не сдруживаюсь. Поэтому, дорогие мои, Milano Fragrance, да, Panettone, очень интересные, необычные, ничего похожего в коллекции у меня нет. Но так, чтобы вот прям схватить флакон, нет. Пока что, дорогие мои, пока я с ним общий язык не нашла. Вот этот холл с звездочками, какие-то вот эти ассоциации. Ну, вообще какой-то для меня не парфюмерный момент. В общем, пока вот с этими ассоциациями я ничего сказать не могу. Ну, мало ли, может быть, у меня там через месяц крышка свалится, и мне захотится именно такого аромата. Следующий аромат, дорогие мои, но это уже класс. Мне очень он понравился. Это у меня, дорогие мои, Карна, Барселона, Пала, Санта. И это красивый парфюм. Такой он, конечно, тоже интересный. Вы знаете, у меня даже вот какая-то ассоциация с этим ароматом пошла, как будто бы пахнет банькой. Вот знаете, вот в бане русской, вот какие-то вот эти веники, какой-то вот этот тёплый пар, какая-то такая атмосфера. Вот он уютный, он нежный. Нет, я не скажу, что он прям нежный-нежный, но вот он тёплый, уютный, в нём очень комфортно. Здесь очень много древесных аккордов, таких каких-то сухотравных, как будто бы это сено, аккорды. Есть такие сухотравные моменты. Я вам зачитаю пирамидку. Ром, артемезия, молоко, гвояк, бобы тонко, ваниль, сандал и ветивер. Да, и вот эта вот сухотравность ветивера. Гвояк, наверное, вот эти сандал, древесные эти ноточки. И древесные эти нотки как будто немножко подгорают. Тут же появляется лёгкая какая-то лактонность. Видимо, это молоко, лёгкая-лёгкая сладость, аромат уютный, аромат такой согревающий, аромат такой укутывающий. Вот он какой-то вот этой вот тёплой банькой, вот он какой-то свой родной, можно сказать так. Многие же как бы говорят, что это палочки индийские палосанта, вот так вот горят и пахнут. Я, если честно, ну не припоминаю такого запаха, я это не слышала. Но очень-очень интересно. Немножко вот отталкивает вот этот горелый момент, как будто бы деревяшка подгорает. Но он потом усаживается, вот он у меня на руке. Ну это вот банька. Вот тёпленький, уютный, чуть-чуть такой мягкий, от лактонных каких-то молочных ноточек. Ну прелесть. Ваниль такая намёком. Очень-очень красивый аромат. Вы знаете, галочку себе поставила. Может быть даже и, так сказать, претендент на флакончик. Палосанта от Карна Барселона. Следующий аромат, дорогие мои, тоже очень многие спели ему оду. Тоже очень он там многим там нравится. Это Наркосис Вертус. Ой, я не буду его распылять, дорогие мои. Он у меня нанесён на блотер. Вот, я не знаю, здесь тоже мне сразу же в нос острота имбиря. Мне опять какие-то кажутся, знаете, здесь, я не знаю, что. Может быть, манго в ароматах, потому что аромат от Вильгельм Парфюмери, манго скин, по-моему, или как он называется, всем он нравится, чувствует там манго, для меня там подсолнечное масло. Дорогие мои, здесь для меня подсолнечное нерафинированное масло. Острый имбирь. Сладости практически нет. Вот, слушайте, вот он у меня нанесённый. Распыляло, между прочим, его мускуса не чувствовало. Сейчас на блотере чуть-чуть побыл. Проявляется такой мускус, который может многих поддушить. Знаете, как это? Тациано Торензи. Вот такого плана. Вот подсолнечное масло. Горечь, острота, сладости практически нет. Наркозь, вертус, пирамидка. Ревень, кардамон. Да, очень много специй. Вот очень кофе. Кофе вообще не слышу. Мандарин. Ну, может быть, какая-то там на старте цитрусовости есть. Вот имбирь, ну вот, амбра, ветивер, серая амбра и персик. Никаких персиков, никаких вот ревней, никакого. Ну, кофе, если только, вы знаете, горелый, чёрный, да простят меня любители этого аромата. Тоже уже несколько дней подхожу. Тоже я с ним и так, и сяк, и эдак. Не моё, нет. Наркозь, вертус, это 100%. Ну, вот, по крайней мере, пока это 100% не моё. Что мне даёт этот вот аромат подсолнечного масла? Ну, неужели это вот манго вот в сочетании с какими-то этими, может быть, серой амброй, вот с этими кардамонами, со всеми этими делами? Ну, вот нерафинированное подсолнечное масло. Ну, что я могу сделать? Наркозь, вертус, 100% нет, отказать. Милана Франгрен с Панатоне. Я ещё с ним хожу, но не могу отделаться вот от этих леденцов в холл с бальзама звёздочки. Да, какая-то там чуть-чуть подгоревшая выпечка, но вот всё-таки для меня больше вот этих каких-то не особо приятных моментов. Ну, а Карнер Барселона, Барселона Пала Санта, это такой вот товарищ, я ещё буду подумать, нужен мне он или нет. Ну, а я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал и увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока-пока.